Здравствуйте! На минувшей неделе председатель Могилевского областного исполнительного комитета Анатолий Михайлович Исаченко провел встречу с активом области. И, конечно, то, что он говорил, было адресовано всем нам, каждому. Начало года, время обсудить то, что сделано и что еще предстоит сделать. Подробнее поговорим сегодня в полный голос. Самый амбициозный проект это строительство кольцевой автомагистрали. А этот проект позволит и разгрузить город, и улучшить экологию в городе. Идти в ногу со временем, это значит опоздать. Надо как минимум идти на шаг вперед. И тогда на финишной черте ты, может быть, окажешься в тройке лидера. Этот знак качества, он и как по геометрической форме, он вселяет, вы знаете, такую вот духовную энергетику своеобразную. Но нам, мы помним его. Конечно, да. Мы-то воспитаны на нем. И это очень важно. Это традиционный знак качества. Ну, как люди церковные, религиозные говорят, он уже намоленный. Здравствуйте. Мы рады приветствовать зрителей телеканала «Беларусь. Четыре. Могилев». И я представляю вам наших гостей. Сегодня это Олег Викторович Дьяченко, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, ректор Академии постдипломного образования. Александр Григорьевич Горошкин, председатель общественного объединения «Белая Русь», заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам открытого акционерного общества «Могилев Лифтмаш». Также с нами сегодня Валентина Ивановна Волчкова, начальник информационно-аналитического и репертуарно-издательского отдела Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы. И Николай Петрович Силков, заместитель начальника главного идеологического управления и по делам молодежи Могилевского обл. исполкома. Рада приветствовать вас. У нас сегодня такая важная тема для разговора. Выступление губернатора Могилевской области Анатолия Михайловича Исаченко. Было оно очень насыщенным, очень предметным. Ну и сегодня некоторые моменты хотим с вами проанализировать и разобрать. Губернатор подчеркнул, что на особом контроле вопросы, которые поступили в ходе предыдущих электоральных кампаний, это в 2020 году и в 2022 году, и практически все из них решены положительно. По трем ведутся работы и восемь вопросов, для решения которых требуется серьезное финансирование. Они остаются на контроле. То есть, что это означает? Это означает, что те моменты, которые волнуют людей, жителей Могилевской области, они контролируются, они решаются. Мне бы хотелось, чтобы чуть предметно вы об этом, Николай Петрович, рассказали. Ну да, мы видим и цифры, что, во-первых, огромное количество этих вопросов уже решено. Остаются наиболее масштабные, которые нельзя решить, скажем так, в течение дня или месяца. Если мы берем более конкретно, то, допустим, для Могилева это реконструкция и очистка Гребеневского водохранилища, то есть это излюбленное место отдыха горожан. Это строительство нового корпуса больницы скорой медицинской помощи в городе Бобруйске. И также это глобальные проекты, которые, в принципе, касаются практически всей области. Это реконструкция ряда центральных районных больниц и строительство, вот из важного, и строительство ряда спортивных объектов. Это, допустим, бассейнов, вот как в городе Черикове. Ну, посмотрите, опять же, если вернемся к Могилеву, то это озеро Гребеневское. Сколько лет говорили, и вот, наконец, делают. И я слышала, что Анатолий Михайлович подчеркнул, что надо делать это побыстрее. И в этом году. Да, потому что... Потому что это озеро является значимым, историческим. Как у нас Могилев говорят, это святое озеро в прямом и переносном смысле. Это зона отдыха для наших горожан. Поэтому, конечно, благоустройство этой территории в этом году должно быть закончено. Тем более, что государство выделило деньги. И обратите внимание, председатель Могилевского облсполкома в своем выступлении, это программное выступление, с одной стороны, он отчитался перед жителями нашего региона о проделанной работе, а действительно, очень много сделано. Ведь это не только ввод в эксплуатацию медицинских учреждений, а это ввод в эксплуатацию учреждений образования, это ремонт и строительство дорог, как местного значения, так и республиканского значения. Шесть мостов отремонтировано и введено в эксплуатацию. Это же тоже очень много чего значит. У нас национальный бренд. Государство для народа, социально ориентированное государство. Поэтому, конечно, все, что делается для людей, здесь в этом плане направлено на улучшение их жизни, на создание комфортных и благоприятных условий. Для каждого человека подчеркну. Ну, потому что, да, вот губернатор говорил, это очень импонирует первым делом. Он сказал, что в своей работе власть опирается на интересы людей, что в целом характерно для нас. А я думаю, что каждому из нас это импонирует. Вы знаете, сегодня, наверное, уже не вызывание сомнений, что такие обращения должны быть. Две стороны медали. Ну, первое, правильно говорила здесь о том, что это отчет власти о том, что сделано. Ведь, к счастью, мы с вами, вот уже 80 лет живем в мирной и спокойной стране, и мы как должное принимаем то, что есть. А вы просто отверните, не надо на 80 лет, вы отверните нашу историю на 10 лет. Разве таким был въезд в город Могилев? Разве таким был наша знаменитая Подниколье? Разве такими были улицы сегодня? Буквально 10 лет тому назад. То есть людям надо об этом говорить, что власть действительно прикладывает и силы, и умения, и средства для того, чтобы сделать жизнь горожан. В частности, сейчас мы говорим про город Могилев, а так может этим похвастаться в принципе любой районный центр нашей области. Это первое. Ну и второе, немаловажно, все, кто находился в зале, ну а потом уже и широкий общественный, каждый, неважно, к какому он блоку принадлежал, либо будет это вертикаль власти, либо будет это экономический блок сельскохозяйственными, или общественные объединения и политические партии, каждый из нас увидел четкую программу действий. На последующий год как минимум. Перед каждым стоит какая-то задача, и теперь уже наша прерогатива, наша возможность эти задачи, эти способы выполнения этой задачи. Ну и я понимаю, что работа предстоит-то непростая. Мне всегда хочется сказать нашим зрителям, кто смотрит, может быть диванным каким-то критикам, о том, что посмотрите, кто еще не прозрел, откройте, наконец, глаза, посмотрите, сколько власть делает для народа, сколько силы вкладывается во все это, да, теми же чиновниками. Вот мне очень всегда не нравится, когда начинают как-то хаять чиновников, потому что, когда ты это видишь и понимаешь, сколько эти люди вкладывают сил, вкладывают здоровья, вкладывают труда, но это дорогого стоит. И работают 24 на 7. Я хочу вам еще добавить, вы сейчас сказали о Могилеве, но я хочу сказать, вот даже эта плановая работа и деятельность выходит на наши регионы. Вот последнее событие, я представитель культуры, конечно, и за культуру, поэтому хочу сказать, вот последнее событие, которое было, и были дожинки, и сдали, очень долго ждали, капитальный ремонт районного центра культуры был сделан. Шикарный ремонт, прекрасное оборудование, сцена, это настолько важно для каждого районного центра, и они просто от этого восторга будут, конечно, это все нужно беречь, но тем не менее, это все идет планово. Вот готовится на будущий год, у нас Климовичи точно будет. То есть постепенно идет обновление, даже мы бюджетная сфера, но опять же, на нее тоже обращают внимание. Хотелось бы тоже это отметить, и доходят вот у нас дальние точки, Клуск, Хотинск, Климовичи, то есть вот, пожалуйста, вам, кроме города Могилева. Как любят Дожинки, этот праздник действительно хороший, уже такой, когда на район приходят, люди радуются искренне, от души, мы понимаем, что ведь без хлеба, да, мы и жизни нет, поэтому праздник такой должен быть. Кстати, обратили внимание, во время протестов немецких фермеров были замечены старые тракторы Беларуси МТЗ-40, наверняка вывезены еще до развала Берлинской стены, знак качества. А почему они там постуют? Вот, может быть, расскажете? Это катастрофа для нынешней Германии. Дело в том, что немецкое правительство решило урезать дотации на приобретение дизельного топлива для сельскохозяйственников. 70 лет, 70 лет правительство датировано. Сейчас оно отказывает в этом. Планируют ввести транспортный налог на использование сельскохозяйственной техники и техники, которые используются в лесном хозяйстве. Это тоже катастрофично, потому что люди уже привыкли получать эти субсидии для того, чтобы удешевить сельскохозяйственную продукцию. Да и вообще там проблема с фермерством стоит очень остро. Вы знаете, что за последнюю ежегодно 3,5 тысячи фермерских хозяйств в Германии ликвидируются? Меня, знаете, еще что очень удивило и ужаснуло, что они не могут пользоваться собственными семенами. То есть если ты произвел, вот ты должен купить семена у каких-то ферм, то есть неважно, допустим, ты себе вырастил какую-то продукцию, которую ты можешь семена запасти, как это делаем мы по-хозяйски, ты должен снови купить какие-то такие сорта, которые дадут тебе пустые семена, но образные, из которых уже второй раз ты урожай не вырастешь. Ну как вообще с этим можно жить? А давайте возвращаемся к фермерам. Все постановится в сравнении. Вот мы приводим этот факт. Когда 6,5 тысяч фермеров бастуют, и это не только немецкие фермеры, туда приехали и польские фермеры, и фермеры из Нидерландов, и фермеры из Франции. А давайте посмотрим, как в нашей стране государство поддерживает сельское хозяйство. Мы сегодня, благодаря поддержке государства, производим столько продовольствия, что оно идет сегодня на экспорт в самые дальние регионы мира. Мы экспортируем свою сельскохозяйственную продукцию в Китайскую народную республику, в другие регионы, в Республике Центральной Средней Азии. Продукты животноводства, вот яйцами поделились. Конечно. Они нам сказали спасибо. И почему наша лаборатория качественная? Это все отмечают. Я предлагаю еще немножко шире посмотреть на проблему. Ну, в данном случае, пускай и немецких фермеров. Ведь подоплека-то какая? Государство, не уделяя достаточного внимания и не вкладывая достаточно средств в своих производителей, грубо говоря, они очень хорошо обращают внимание на какую-то мифическую помощь той же самой Украине, да, для ведения боевых действий. То есть на них средства найдены. Да, найдены. А суда для поддержки фермерского хозяйства это не находится. Это все, это снежный ком. И вот согласен о том, что заслуга нашего политического руководства, нашего государства о том, что эти болевые точки знают и именно обращают внимание на наши болевые точки. И отсюда и успех того, что вот у нас сейчас происходит и в сельском хозяйстве. Как бы мы там ни говорили, какие бы там... Да, мы не идем семимильными шагами. Да, мы, в принципе, и не можем им идти. Но для того, чтобы наш белорусский человек на нашей земле жил сыто. Ну, вот Новый год только прошел. Каляты сейчас идут, да. У кого в доме нету хлебосольного стола, да, нечего слушать, или холодильник пустой. Ну, наверное, только у лентяев. Те, которые сегодня, когда им уже дали ложку, они этой ложкой не хотят работать. Только и всего. Но такие, к сожалению, тоже есть. Я, кстати, очень отметила выступление губернатора. Он говорил, конечно, о сельском хозяйстве. Цифрами загружать не буду. Но что зацепило? Это новинки. Новинки, которые у нас будут закрепляться. Давайте посмотрим, что он сказал по этому поводу. Новое направление в работе. Это соя. Нам надо ей заниматься. И она уже дает результат там, где есть технология. Дальше первые шаги – это фундук и грецкий орех. Арбузы. Технология для подсветки и выращивания овощей. То есть это то, что… Или то, чем мы начали заниматься и двигаться. Опять же, есть скептики. Но это и нормально. А не будут. Но я хочу вернуть чуть-чуть всех. В то время, когда скептически относились к тому, что можно получать зерно кукурузы. Говорили, что это невозможно. Сегодня мы получаем. И уже уповаем на это зерно. И оно растет. Когда-то начали заниматься товарным яблоком. Тоже говорили, что нельзя, не получится. Будем возить с Польши. Сегодня имеем товарное яблоко свое. И надо расширять эту тему. Так же будет и с фундуком, и с орехом. Все можно сделать при желании. Золотые слова. Все можно сделать при желании. Помните, когда привозили консервированную кукурузу? Это была такая дикоминка для нас в 90-е годы. Теперь, пожалуйста, сами делаем, сами консервируем. Сколько раз мы сталкивались с такими скептиками, которые говорили, что это невозможно, это никак. Примеры того нового, что есть в стране и области, Николай. Хочется отметить, что и область, и страна двигаются. Появляется постоянно что-то новое. Самое, наверное, яркое, если мы говорим по стране, это атомная станция. Вот по поводу скепсиса. Помните, что в Беларуси нет ни ресурсов, нет ни специалистов. Сейчас мы имеем собственную АЭС. Мы обеспечиваем себя своим электричеством. То есть это наша национальная безопасность. Огромное количество примеров. Если мы берем по области, губернатор многие из них отметил. Здесь, наверное, главное не бояться делать. Нужно браться и делать. Вот опять же, по поводу товарного яблока. Действительно, помните классический стереотип, что яблоки могут быть только из Польши. Сейчас мы имеем эти яблоки. Во-первых, мы уверены в их качестве. Если они идут в школы, в детские сады, в больницы, то, что для нас важно, мы уверены в качестве. Мы уверены, что они будут. И мы сами рассчитываем на себя. И огромное количество таких примеров. Еще раз, наверное, один из самых ярких. Кто бы мог подумать, что Могилевская область станет рыбной столицей Беларуси. Это знаменитое форелевое хозяйство, которое начиналось как небольшой инвестпроект. Сейчас это огромное предприятие. Они развиваются. Товарная форель поставляется на рынке не только Беларуси, но и зарубежья. Мы выходим уже на выращивание малька форели. И предприятия, которые работают, они работают с хорошей рентабельностью. Ждем микру. Абсолютно верно. Ждем микру. Причем, что самое главное, это то, что производится у нас. И можно быть уверенными, во-первых, в наличии товара, во-вторых, в его качестве. Мы уже настолько привыкли, что белорусское качество. Я вам хочу сказать, что я, не только потому, что я, естественно, живу в Беларуси, очень люблю свою страну, я всегда стараюсь покупать белорусское, потому что мы уже понимаем, что это действительно качественно. Это вкусно, это замечательно. Это хорошая одежда. Вот сейчас на мне пиджак белорусской фирмы. Мы научились и делаем очень многое. Делаем это хорошо. Но вот мне интересно, как представитель Могилев-Лифтмаша, Александр Григорьевич у нас, ну это такая специфическая отрасль. Тут какие новинки. К счастью, в Беларуси сейчас у руководства и промышленности, я имею в виду министерство, ну не только промышленности, вот нашу вертикальность власти, так и у руководства предприятий стоят те люди и подбирают под себя такие кадры, и инженерно-технический состав, и рабочих, у которых есть понимание, что на сегодняшний день идти в ногу со временем, это значит опоздать. Надо как минимум идти на шаг вперед. И тогда на финишной черте ты, может быть, окажешься в тройке лидеров. Поэтому полностью заточены все инженерно-технические службы на то, чтобы производить ту продукцию, которая сегодня еще не производится никем. Это раз. И второе, это должна быть качественная продукция. Вот вы говорили про бренд, да? У нас уже сделано в Беларуси, это уже знак качества. Да, понятно, Могилев-Лифтмаш, а основное наше производство – это лифты. Поэтому сегодня уже нашими инженерами разработаны и реализуются проекты по выпуску скоростных лифтов. 2,5 и 4 метра в секунду скорость перемещения этих лифтов. Надо понимать, что это абсолютно продукт качественного содержания. Где будет востребован? Они будут востребованы везде. Не только в строящихся бизнес-центрах, не только в каких-то элитных домах, но они будут востребованы и вообще в новостроях. Да, мы в большей степени, как экспортоориентированное предприятие, смотрим в сторону наших братьев Российской Федерации. Большие объемы, большие стройки. Ну, уж понимаете, что такое Российская Федерация и, допустим, рынок Беларуси. И мы там находим этот рынок сбыта. Но, опять же, не складываем яйца в одну корзину. Сейчас широко нами производятся парковки. Вы знаете, вертикальные парковки, роторные парковки. Куда идет направленность? Направленность идет к электротранспорту. Мы все прекрасно понимаем, что, а, будет дорогая земля, она уже сейчас дорогая, не только в Беларуси, уже не говоря про Российскую Федерацию и про другие страны, мировые, где клочок земли стоит очень много. А посмотрите, сколько тех. Значит, упорно-роторные делаем эти парковки. А сколько там машин в этой парковочке? Значит, они разных. Есть и 25 парковочных мест, и 12, и даже двух. Это вот то, что особо касаемо и, наверное, востребовано в частном жилищном строительстве. А парковка на два автомобиля. То есть, как правило, у нас сейчас в семье два автомобиля. Вот двухуровневая парковка. На первой уровне становится одна машина, на второй. То есть, они занимают мало места, но, тем не менее, это компактно и удобно. Понятно, что упор делается, и программа целая есть, на электротранспорт. Наши инженеры тоже это быстро, эту мысль подхватили. Если ты приезжаешь домой после работы, тебе нужно где-то машину заправить. Либо ты приехал в город на работу, стоит вертикальная парковка на электротранспорте. Не надо искать вот эти заправочные станции. Ты заезжаешь на роторную парковку, и тут же заряжается автомобиль. Здорово, вот это классно. То есть, понимаете, вот в этом, и опять же, большой спрос, допустим, у нас есть венчурный проект по производству электродвигателей. Наш завод очень активно включился и производит эту продукцию. Да, Александр Георгиевич, это нам с вами на отдельную программу еще поговорить. Да, я благодарю вас за то, что вы рассказали нам про эти новинки. Но мы понимаем, что ведь не только промышленность, да, внедрять новое, внедрять новое, но и беречь наследие. Валентина Ивановна, не зря сегодня здесь у нас, у вас и у вашего коллектива беречь наследие получается великолепно. В своем выступлении губернатор отметил, что коллектив Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы стал лауреатом премии за духовное возрождение. Насколько я знаю, вы и руководители Олегович Хмельков получили награду из рук президента. Ваше впечатление и что стало основой для такой высокой оценки вашей работы? Да, эту награду мы получили 9 января, буквально совсем недавно. Начну, наверное, со второго вопроса. Все-таки праздник упал на слуху у всех. И вот хочу сказать, что мы стояли у истока этого праздника. Я имею в виду наш центр, я от его лица говорю. Это уже был 14 праздник. И вот с 2010 года этот праздник развивался. И в настоящий момент это национальный бремя. То есть он развивался и по содержанию, и по масштабам, и по участникам международным. И каждый год, вот мы уже на протяжении 14 лет, наше учреждение является авторами концепции праздника. И выставки-ярмарки, в частности, за выставку-ярмарку. И мы получили вот эту награду. И эту концепцию мы реализуем, безусловно, с нашей Могилевской областной филармонией. То есть мы не одни реализаторы. Но хочу сказать, действительно, если проследить, что сама выставка-ярмарка – это такая масштабная площадка, представление, вот правильно вы сказали, именно нашего самого дорогого национального достояния ценностей традиционной культуры. Каждый год, да, мы представляем разные направления. Это иршники, и ткачество. Вот в этом году выставка-ярмарка проходила под едой союзного государства. На ней были представлены творчества. Это около 400 мастеров представляли свое творчество. Это наши регионы Белоруссии и 19 регионов России. Представьте, в России сейчас 90 регионов, 19 из них были у нас. С некоторыми мы реализуем, те, которые ближе, это Смоленск-Брянск, это совместные проекты. Это День славянского единства, День независимости. Это наши програниченные регионы, и у нас тесно сотрудничество. Особенно наши районы, которые близко граничат. Мы реализуем совместные проекты. В свое время в Смоленском проводили Дни культуры России, в Белоруссии на нашей базе проводили. То есть это действенность, эти медали. Далее, с дальними у нас, опять же, договор заключен даже с Кантамансийском. Это постоянно, вот они участники наших мероприятий, пусть это не масштабные, не по 30 человек, да. И мы ездим тут же к ним, участвуем. У них есть шикарный фестиваль Деда Морозу. Вот, мы были участниками. Наверное, с ними побольше на Новый год, чем у нас. Ну, у них, да, регионы приезжают много с России. Но, тем не менее, мы взаимодействуем в плане культуры. Это фестивали, в основном, конечно. Это взаимоучастие творческих коллективов, что немаловажно. Это дает возможность расширить, вот, возможности наших творческих коллективов участвовать в фестивалях тех же российских регионов. На себя показать и людей посмотреть. Почему это важно? Да. Вы знаете, я хотел бы вот дополнить. В предыдущем, в 23-м году проводился 10-й юбилейный форум регионов России и Беларуси. Он проводился в Уфе, в Башкортостане. И вот белорусские экспозиции, белорусские подворья, ну, вот, уважаемые телезрители, вот, вот, сердце прямо рядовалось, потому что, как они были представлены, как они были оформлены, с национальным колоритом, с музыкальным сопровождением. Вот эти наши рушники, эти наши вышиванки. Вот такие люди, как вы говорите, не похвастаться, наш центр занимался этим. Так вот, так вот, и белорусская хата, и все. Вы знаете, белорусские подворья все время были наполнены гостями. И представители других народов, которые вот проживают в Башкортостане, они говорили, что белорусы, мы вас любим, нам так интересно. И самое интересное, многие моменты такие общие были, что касается орнаментов используемых, вот, этой символики, геометрических форм и так далее. Они это видят и говорят, ну, вы знаете, это вот дополнительно такой вот мощный фактор, мотиватор, который связывает... Вы ближе к нам, чем мы думали, да? Конечно, конечно. И вот я считаю, что нам дальше надо продвигать наш белорусский бренд, нашу белорусскую культуру, традиционную культуру в те регионы, которые представляют для нас интерес. Тем более, что берем ту же Российскую Федерацию. Сколько там выходцев из Белоруссии, которые сегодня испытывают и ностальгию по своей малой родине, ну, в связи с отсутствием, допустим, достаточных средств, они не могут приехать, походить по родным местам. И вот мы им даем глоток свежего белорусского воздуха. Поэтому это очень важно сегодня, культура. Не единым хлебом жив человек, не единым хлебом. Что касается, можно сказать, вот об эмоциях, наверное, чисто человеческие, для меня, да, конечно, я знала, что мы едем, что это вручение президентам будет осуществляться. Но само ощущение, наверное, было тогда, когда мы поднялись на сцену, и действительно было вот там, вот вы говорите, ощущение. Вот это я бы назвала, наверное, гордость, ответственность, вот, и, наверное, благодарность. Гордость – это вот когда мы вышли на сцену, и когда президент говорил, что каждого из вас вклад в это, это и дает такое духовное, наверное, обогащение нашей стране и уверенность в будущем. И там действительно вот я прочувствовала, да, вот эта частичка вклада. Ведь мы были разные. Руководители коллективов с детками были, да, потом были кадеты, медицинские центры и так далее. И действительно из этого ведь складывается успешность. Вот мы говорим, каждый свое, если внесет, в целом и будет успешность. Да, так и есть. Кстати, сегодня вот говорили о народных традициях, как раз сегодня, 18 января, когда выходит в эфир наша программа «Крещенский сочельник». Так что кто не успел поколедовать еще, может успеть. Да, я вот точно помню, что бабушка мне говорила, что снег с этого сочельника, а он, слава богу, есть, считается целебным. Но мы понимаем, что на снег надеюсь, а сам не плашай по поводу здоровья. И хочу вернуться к тому, что говорил губернатор о медицине. Давайте послушаем. Беспрецедентные ресурсы. Более 10 миллионов долларов направлены на обновление медицинского оборудования. Этот год не станет исключением. Мы сконцентрируем ресурсы на приобретение лечебно-диагностического оборудования. Дополнительно к закупленным в прошлом году 54 единицам автотранспорта в текущем году приобретем еще 21 автомобиль, два реанимобиля и два мобильных передвижных комплекса. По-прежнему актуальна проблема с кадрами. Пути решения – это профориентация, работа с выпускниками школ, направление их на целевую подготовку, закрепление молодых специалистов. И здесь важная составляющая – это строительство жилья для медработников. В районах этот вопрос решен, но я поручаю держать его на особом контроле. Однако в городе Могилеве, да и в Бавруйске, нам необходимо решать эту проблему. Встречаясь с работниками в областной больнице, я главврачу задал этот вопрос, чтобы просчитали, сколько медиков нуждается в жилье. 102 семьи. Это люди, которым надо выделить, которые закрепляться, которые будут у нас. Нам надо решать эту проблему. Я думаю, мы ее решим. На мой взгляд, главное – это не только развитие материально-технической базы, учреждений здравоохранения области, но в первую очередь доброжелательное, профессиональное отношение к людям. Посмотрите, опять делает губернатор акцент на том, что должно быть доброжелательное отношение к людям. Забота о человеке. Да, и хочу еще обратить внимание, в начале этого сюжета он говорил, что беспрезидентные ресурсы, которые направлены на медицину, но так или иначе возвращаемся к вопросу кадров. Оборудование само не заработает, мы это прекрасно понимаем. Вопрос кадров актуален для многих сфер. И губернатор поднимал много моментов, с ними связанных. В частности, почему руководители предприятий не прорабатывают вопрос строительства жилья для специалистов? Но, насколько я знаю, как раз на Могилев-Лифт-Маше этот вопрос прорабатывается. Да, совершенно верно. Самое ценное, что сегодня есть в Беларуси, это, да, у нас нет, может быть, такого количества полезных ископаемых и так далее, но у нас есть люди. И для того, чтобы мы имели возможность жить достаточно, и самое достаточно, необходимо, чтобы этим людям создать возможность для работы. Что человеку нужно для того, чтобы, допустим, закрепился на предприятии? Дайте возможность ему где жить, и дайте возможность ему заработать деньги. Все остальное, в принципе, оно будет отсюда и продукция конкурентоспособная, будет отсюда и социальные вопросы какие-то решаться. Поэтому во всех документах на предприятии, особенно, как сказать, коллективного договора, там очень четко прописывается, как и мы, какими ступенями идем для того, чтобы молодого человека, ну и не только молодые кадры задержать и привлечь наше предприятие. Понятно, да, и среднего возраста. Сегодня, вот у нас пришло в этом году 65 человек, молодых специалистов, пожалуйста, есть общежитие, строится арендное жилье, имеются квартиры, которые тоже люди при желании в этом арендном жилье будут проживать. Сейчас прорабатывается вопрос строительства не только, допустим, выкупа квартир, а строительства домов. И будут разрабатываться какие-то юридические пути, как потом это жилье может человеку перейти в собственность. Поэтому не оставляют это без внимания. Ну, у вас понятно, но есть и проблемные, насколько я понимаю, Николай Петрович. Ты должен подхватывать, опытом таким делиться. Понятно. Дело в том, что, вы понимаете, если у руководства, предприятия, учреждения, есть уровень стратегического мышления, тогда оно, естественно, будет стараться привязать к себе сотрудников. Губернатор говорил об этом, что во многом это будет зависеть от руководителя. Если тебе все равно, если ты не думаешь о своем предприятии, если тебе главное просто получить или не получить молодого специалиста, будет он у тебя работать, не будет он у тебя работать, это все равно, то, естественно, ты останешься без специалистов. Но опыт Лифтмаша и многих других предприятий показывают, что у нас много руководителей, которые задумываются о будущем. И разным способом можно помогать молодежи. Абсолютно верно. Это где-то соцпакет, это где-то наставничество, где-то просто поговорить с человеком. Ну, все мы помним, когда мы приходим на первое рабочее место, ты смотришь огромными глазами и зачастую не понимаешь, как это работает. Но вовлечь человека в профессию – это не обязательно деньги. Да, это важно, но это не 100%. Вовлечь человека в профессию, помочь ему на своем предприятии, для того, чтобы предприятие стало ему родным. Тем более, что мы понимаем, что качество-то нам наращивать нужно. 2024 год, год качества уже, есть проект президентского указа о государственном знаке качества. За основу взят знак качества, который присваился во времена Советского Союза. В чем сила такого знака, как вы считаете? Вы знаете, в Советском Союзе это знак качества был введен в 1967 году, то есть 57 лет тому назад, если так сказать. И этот знак качества, он и как по геометрической форме, он вселяет, вы знаете, такую вот духовную энергетику своеобразную. Но нам, мы помним его, мы-то воспитаны на нем. И это очень важно, это традиционный знак качества. Ну, как люди церковные, религиозно говорят, он уже намоленный, он уже всем известный. И мы вспомним, что первый знак качества в нашей тогда белорусской, советской соцреспублике получили машины БелАЗа, продукция Минского холодильного завода и ряд других. И эта продукция, которая выпускалась в советский период времени, имела знак качества. Она и сегодня работает. А имел завод лифтового машиностроения? Да, имел тоже, да. Там целая серия, целая линейка была удостоена этого знака качества. И она была известна далеко за пределами нашей республики. Более того, вот я еще перебью немножечко. Вот у меня дома есть приемник «Океан» производства «Горизонт». Он работает. Знак качества. Ну, я его приобрел в 1989 году. В 1988. Он работает до сих пор, понимаете? Качественная продукция. Знак соответствующего. Конечно, конечно. Это вот недавно опять же облетело видео, средства массовой информации, интернет, где в Латвии тепловоз, построенный во время на СССР, тащит по рельсам замерзшую современную чешскую электричку. Вот что значит качество или наоборот отсутствие такового. Но качество, понятно, это опять же не только промышленные какие-то достижения, но и то, что мы сделаем на благо людей. За последние годы, в частности, в Могилеве сделано немало, я имею в виду город, его обустройство. Пожалуйста, напомните еще раз, Николай Петрович, о самых значимых таких моментах. Дело в том, что действительно руководством области огромное внимание уделяется Могилеву. Это самый большой населенный пункт столицы нашей области. Вот вы спрашиваете про какие-то конкретные объекты. Я хочу начать с того, что мы обычно упускаем. Это ремонт дворов, это ремонт улиц, ремонт дорожного полотна. То есть обратите внимание, насколько комфортнее стало находиться в городе. И здесь главное то, что мы делаем не просто ремонт сам по себе. То есть, условно говоря, есть двор, мы сделали проезд, ну и пусть дальше этот двор существует как хочет. Мы вышли на уровень комплексных ремонтов. Если мы говорим про двор, это и проезд во двор, это и кровля, это ремонт стыков панелей и, естественно, это детская площадка. То есть у нас получается закрытый комплекс. Говоря про конкретные объекты, вот опять же Гребеневское озеро. Ну, казалось бы, его можно было просто почистить и сказать, что все, на этом достаточно, прекрасно купайтесь. Но это комплексный ремонт для того, чтобы это было не просто чистое озеро, чтобы это было уютное озеро, придя туда, чтобы человек, ну, скажем так, отдохнул. Зона отдыха. Абсолютно верно. Комфортного досуга. Да. Дальше это, ну, наверное, самый амбициозный проект, это строительство кольцевой автомагистрали, которая и разгрузит горы, да, потому что, ну, в течение времени, вот по поводу того, что мы бедно живем, да, машин в городе стало столько, что зачастую уже и пробки появляются. Если у нас идет ремонт какого-то моста, они усугубляются. А этот проект позволит и разгрузить город, и улучшить экологию в городе, что немаловажно. И не просто задуманно, он уже начат. Он уже начат, абсолютно верно. Он уже реализуется, на него выделены финансы. Дальше возле торгового центра Арбат будет построен подземный переход. Ведь он, опять же, ведь он необходим исключительно для комфорта граждан. Для того, чтобы снять и для автомобилистов, и для пешеходов, снять вот эту напряженность. И огромное количество таких проектов для того, чтобы и Могилев, в том числе, как и вся область, и, ну, это про год качества, и знак качества, чтобы улучшить качество жизни нашего населения. И мне очень хочется обратиться все-таки к людям, чтобы вы должны понимать, что когда идут ремонтные работы, это делается для вашего глава. Пожалуйста, потерпите, проявите терпение, проявите понимание. Почему? Чуть подробнее мы остановимся на реконструкции проспекта Димитрово. Поскольку я сама живу на проспекту Димитрово, и часто так немножко слышу разговоры, вот начали, не закончили, должны понимать, что все это делается не быстро. На все это нужно средства, нужно время. Поэтому решили... Технология и качество, потому что можно сделать чуть-чуть быстро, но эта дорога потом выйдет из строя. Поэтому здесь важно, особенно в год качество, соблюдения всех технологий. Спеши медленно, как говорится. Ну так вот, мы решили задать вопросы людям, которые в этом сведущи. Когда же, что будет закончено, давайте посмотрим. Большая реконструкция по проспекту Димитрово в Могилеве продолжается. Много работы уже сделано. Часть работ приостановлена. У некоторых могилевчан это вызывает вопросы. Их беспокоит, что же будет дальше. Работы продолжаются, работы не останавливаются. Просто в связи с погодно-климатическими условиями некоторые виды работ нецелесообразны выполнять в это время. Поэтому работаем по установке турникетного ограждения, по установке опор освещения, по установке контактной сети, ну и сопутствующей работы по укреплению откосов. Действительно, в местном проезде по проспекту Димитрово освещения не хватало давно. А в рамках проекта реконструкции этот вопрос начали решать. В планах у нас запустить новое освещение. Это вот мы разговариваем по проспекту Димитрово вдоль местных проездов. Везде у нас новое освещение дополнительное. И дополнительные парковки для автомобилей. Внимание местных жителей привлекает вот этот пешеходный переход. А точнее то, что теперь по нему не перейдешь. Обнесли ограждением. Очень неудобно. А других пешеходных переходов в поле зрения нет. Как быть пешеходом? Ограждение установлено у нас в целях безопасности самих же пешеходов и велопользователей и автомобилей. Поэтому там пешеходный пешеход сохраняется, просто переносится чуть-чуть в сторонку. Поэтому все для удобства только жителей. И большинство жителей понимают, что все это делается для их удобства. Все хорошо, отлично. Ну и дорогу вот теперь прокладывают, дорожки красивые. Ну и тоже хорошо. Осталось все как-то лучше. А были ли какие-то неудобства? Не, ну было одно время. И троллейбусы не ходили. Либо до мясокомбината вот этого кольца. И все. Ну это же все временно. Мне кажется, больше трудностей было самим рабочим, которые этим занимались. И в мороз, и в снег, и в дождь. В целях безопасности дорожное ограждение растянулось почти до кольца мясокомбината. То есть охватило весь проспект Димитрово. Появилось и два новых оригинальных остановочных пункта. Пока без лишнего лоска, но всему свое время. Обещают обновить и другие остановки. Акцент сделают и на обустройство тротуаров и велодорожек. Ну вот, видим и слышим. Потерпите, все будет сделано. Но, в принципе, не бывает же все сразу за один день. Правда, по щелчку. Сколько хорошего сделано. Но, к сожалению, в достатке у нас диванных критиков, которые на словах сворачивают горы, а на деле ничего. Государство заботится о людях, но и люди должны принимать активное участие в жизни государства. Важнейший вопрос, на который обратил внимание губернатор. Сейчас разворачивается предвыборная кампания, которая завершится 25 февраля. Единым днем голосования, как вы считаете, добросовестный избиратель. Каждый обязательно должен прийти. Валентина Ивановна. Вы знаете, я в прошлом работала, наверное, лет 10 председателем избирательной комиссии. И как никто знаю, как проходят выборы, как люди реагируют. Хочу вам сказать, что всегда какой-то активный процесс все-таки шел. Люди шли на это целенаправленно, обдуманно. Были разные нюансы, вы знаете, у нас разные истечения, были и провокаторы. Но самое интересное на моем участке, что люди как-то не реагировали на эти единичные случаи. Я считаю, что да, осознанно и нужно идти обязательно. Ну и понятно, что в депутаты идут люди достойные, которые могут что-то сделать. Мы с Игорем Александровичем Бурзуяковым об этом говорили. Мы говорим, голосуйте за людей, вы видите, что этот человек уже, допустим, руководит предприятием. Мы понимаем, что он в состоянии решать наболевшие вопросы. Вопросы, видение его потенциала. Поддерживают людей, которые имеют уже определенный бэкграунд, которые имеют опыт работы соответствующий и занимают государственную позицию. Вот я призываю всех наших граждан поддерживать в первую очередь патриотов. Люди, которые любят свою малую родину, которые любят большую родину, которые не считаясь со временем служат нашей родине, служат Республике Беларусь, служат Могилевской области. Это очень важно. Поэтому сегодня каждому предоставлена возможность. Не надо сидеть на диване. И принимать от всех начальщих в жизни страны. Конечно. Это и есть гражданская позиция, и это и есть патриотизм, как говорили в свое время древние греки. Хочется сказать, что да. Во-первых, кандидаты, которых мы видим, с ними ведь можно встретиться не просто вживую. У каждого есть социальные сети. Во-первых, это люди публичные априори. Мы видим его позицию. Мы видим, как он работает с людьми. И мы уже можем уверенно говорить, что он не скажет, скажем так, после выборов, что все, ребята, до свидания, спасибо, я просто буду сидеть на совещаниях и ничего не делать. Но при этом важно посмотреть позицию своего кандидата и быть сопричастным. Потому что избиратель – это не просто тот человек, который пришел, сделал выбор и все, до свидания. Избиратель должен участвовать в жизни своей малой родины, в жизни республики в целом. Потому что придя к депутату с какой-то инициативой, ведь многие вещи, которые появляются у нас, для нашего же комфорта, они появились из-за того, что человек пришел с инициативой. А если он пришел не один, если это инициатива многих людей, то да, появляются проекты. То есть мы видим благоустройство, мы видим строительство новых каких-то объектов. И ведь инициатива молодежи активно поддерживается. Это еще у нас особый вид избирателей. Молодежь, на нее внимание обратить нужно. Да, но надо сказать, что я уверен, что и молодые люди будут выдвигаться в качестве кандидатов. И молодежь может вполне спокойно найти кандидата своего возраста, которому, скажем так, будут близки проблемы молодежи. А если стать просто на сторону обычного гражданина, то, допустим, для меня, так, наверное, так и для большинства, выбор кандидата очень прост. Ты посмотри, что человек сделал. И если человек сделал, то, ну, мы как же, ой, говорить мы все можем, да, красиво. Вот и вам ответ. Ты посмотри, что он сделал. И если за его спиной действительно стоят конкретные дела, конкретные должности, конкретные достижения, то, поверьте, то, что он говорит уже как кандидат в свои предвыборные кампании, это тоже, ну, пускай они на 100%, потому что не все зависит от человека, надо прекрасно понимать. Но, во всяком случае, на 99% это будет сделано. Поэтому вот за этих кандидатов и нужно идти и голосовать. И позиция должна быть такая. Я участвую в жизни своей страны, чтобы чувствовать сопричастность к жизни этой страны. И вот, кстати, в своем обращении председатель обоснованного комитета обращался в том числе и к общественным объединениям, и к политическим партиям. Он что сказал? Вы должны, ну, то есть мы задачу как поняли, мы должны быть локомотивом, мы должны быть драйвером, мы должны людям это объяснять, идти впереди, чтобы люди шли за нами. Активная жизненная позиция – это успех, развитие страны, это качество жизни нас с вами, наших детей и внуков. А я напоминаю, что единый день голосования 25 февраля. Я благодарю вас за содержательную беседу. И хотелось бы, чтобы точку в нашем сегодняшнем разговоре поставил губернатор. Предстоящие избирательные кампании, наши граждане будут делать, наверное, самый важный выбор, который во многом определит дальнейшую перспективу поступательного развития страны и сохранения нашей белорусской самобытности. Поэтому мы должны, мы просто обязаны мобилизовать все прогрессивные силы, чтобы сохранить стабильную обстановку в стране и сильную власть, нацеленную на служение своему народу. Всем органам государственной власти, руководителям на местах, депутатскому корпусу, общественным объединениям и партиям предстоит экзамен на зрелость. Политическую, экономическую и профессиональную. Убежден, что мы сможем не только достойно провести выборную кампанию, но и обеспечить динамичный рост во всех сферах экономики. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин